МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем обо всем подробно. Пришел первый весенний месяц, слышна звонкая капель, и сугробы становятся меньше. Но есть и другие вестники этого теплого времени года – ямы на дорогах. В Сарове они образуются практически каждую весну. Как обстоят дела с дорожным покрытием в этом году, расскажем далее. Каждый год по весне, когда тает снег, а температура скачет от минуса к плюсу, водители сталкиваются с серьезной проблемой. На дорогах вместе с проталинами появляются ямы. При плюсовой температуре влага попадает в трещины на асфальте. Вода там замерзает, а потом оттаивает, разбивая дорожное покрытие изнутри. Ужасно. Очень много ям. По желанию властям, если возможно, конечно, уже заниматься ремонтом очень плохо. А где наиболее такие проблемные участки? Ой, вы знаете, да их много. Я, например, езжу, вот очень плохая дорога, за ДК. Вот маленькая, казалось бы, непроезжая часть, но там одни ямы. По-моему, в старом районе очень много. Вот на сирк, ну, тут, как во дворы заезжать, вот там, Чапай, там, Фрузы, вот эти вот. Там очень много. От пенсионного фонда и до театра без колес можно остаться. И наверняка еще есть. Начинает асфальт сходить, разбиваться. В такой погоде все мгновенно разбивается гидроударом. Дорожное эксплуатационное предприятие уже готово к ямочному ремонту в этом году. Сейчас сотрудники объезжают город, выявляют критические участки с большими ямами и направляют рабочих туда в первую очередь. Ямочный ремонт ДЭПа контролируют органы ГИБДД, Департамент городского хозяйства и прокуратура. Сейчас уже мы по этим, по ямам работаем уже, наверное, недели две, потому что, как только была предпосылка на такую погоду, мы сразу в прошлом году еще приобрели еще один рециклер для ремонта дорога. Это маленький, как бы сказать, асфальтобетонный заводик, который там, производительность у него, но за смену полторы-две тонны он сварит. Если у вас есть вопросы по ремонту дорог или устранению ям на проезжей части, обращайтесь к Василию Ласточкину по телефону 9-92-18. Дополнительные контакты вы можете найти на сайте городской думы, думадефис.саров.ру. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Власти и торговые сети согласовали параметры максимальных наценок на отдельные товары, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По прогнозам Минсельхоза уже в ближайшее время это положительно скажется на уровне цен. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что сейчас все предприятия отрасли работают в штатном режиме, а ситуация на продовольственном рынке оценивается как стабильная. Продукцию своевременно поставляют в магазины. Региональные органы власти должны будут на постоянной основе следить за ситуацией и уделять особое внимание предприятиям перерабатывающего комплекса. Министр отметил, что для поддержки производителей хлеба и молока в этом году предусмотрены дополнительные субсидии в размере 2,5 млрд рублей и не менее 10 млрд рублей соответственно. Уже до конца марта в регионы поступят федеральные средства для хлебопеков, а летом для животноводов на закупку кормов. На текущий момент главная задача своевременно и качественно провести посевную кампанию. Сейчас начинается важнейший этап для АПК – весенние полевые работы. По сути, это фундамент продовольственной безопасности России, подчеркнул министр. Предприниматели региона смогут сообщить о проблемах в своей работе. На базе центра «Мой бизнес» по поручению губернатора Глеба Никитина открыли горячую линию для сбора информации по вопросам ведения бизнеса. Это необходимо для того, чтобы видеть актуальную картину о ситуации на наших предприятиях и как следствие принимать точечные и системные решения, отметил глава региона. Телефон горячей линии 8 800 301 29 94. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Несмотря на дневные оттепели до метеорологической весны, еще далеко, так как ночами температура воздуха будет остывать до минус 5-10 градусов. Однако такая ситуация благоприятна для интенсивного таяния снега и образования сосулек на крышах и гололедиц на дорогах, пояснила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра пресс-секретарь ФГБУ Верхневолжского ГМС Ольга Макеева. Средняя месячная температура в марте составит минус 2-4 градуса, что близко к климатической норме. Также ожидается, что количество осадков превысит норму в 25-35 мм и окажется больше среднего многолетнего значения. Осадки выпадут преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Глеб Никитин подписал распоряжение о создании Корштаба по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере. «Россия испытывает беспрецедентное давление. Наша задача на уровне региона – сделать все возможное для того, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность. Мы находимся на постоянной связи с правительством России, вырабатываем собственные решения в числе приоритетов, выполнение всех социальных обязательств, продолжение работы по реализации инфраструктурных задач и проектов развития», – сказал Глеб Никитин. Также создано пять оперативных штабов по ключевым направлениям реальный сектор экономики и предпринимательства, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология, социальная сфера, экономика, финансовая сфера и информационные технологии, туризм, народные художественные промыслы и культура. На экраны кинотеатров вернут наиболее успешные отечественные фильмы. Так россияне смогут еще раз ходить на движение «Верх», «Холопа» и «Батю». Кроме того, некоторые российские киноновинки выйдут на экраны раньше срока. По задумке прокатчиков, такие меры помогут компенсировать отсутствие на больших экранах зарубежных премьер. Напомним, «Дисней», «Сони», «Парамоунт» и «Юниверсал» отказались сотрудничать с отечественным кинопрокатом из-за военной спецоперации на Донбассе. С 1 марта в Нижегородской области запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Запрет на охоту связан прежде всего с тем, что весна – это традиционный период размножения многих видов животных. До начала весенней охоты на пернатую дичь нахождение в лесу с огнестрельным оружием является браконьерством. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов, сообщили в региональном Минсельхозе. По данным ведомства, для оперативного проведения надзорных мероприятий в каждом районе есть свой охотничий инспектор. Кроме того, развивается Институт производственных охотничьих инспекторов из числа работников охотпользователей, заключивших охотхозяйственные соглашения. Напомним, что благодаря комплексу мероприятий, предусмотренных госпрограммой «Охрана объектов животного мира Нижегородской области», в регионе в последние годы зафиксирован рост популяции лося, косули и медведя. Что такое первая помощь и как ее оказать до приезда скорой? Саровский медицинский колледж реализует новый социальный проект. Его первыми участниками стали ученики 3-го лицея. Подробности о проекте «Умей помочь» расскажем далее. «Умей помочь» – проект Саровского медицинского колледжа ориентирован на широкую аудиторию. Уметь не растеряться в критической ситуации, оказать медпомощь, провести искусственную вентиляцию легких, перевязать рану или распознать первые признаки инсульта у человека, стоящего с вами, например, на автобусной остановке, важно всем – и школьникам, и пожилым гражданам, и обычным горожанам. Любой гражданин должен уметь оказывать первую помощь. Независимо, имеет он медицинское образование или не имеет медицинское образование. Это вообще наш с вами гражданский долг. Долг каждого человека – помочь в трудной критической ситуации до приезда медиков. Идея проекта давно витала в воздухе. За ее реализацию и притворение в жизнь взялась команда волонтерского объединения колледжа. Проект ребята успешно защитили на городском конкурсе молодежных и инициатив. «Умей помочь» разбит на несколько занятий. Первое посвящено искусственной вентиляции легких. На следующих занятиях мы хотим рассказать об остановках кровотечения, о травмах, об ожогах, обморожениях, то есть о травмах, которые встречаются чаще всего. Ну, у нас для каждой категории разные алгоритмы. Проект стартовал 1 марта, в день 60-летия медколледжа. Первыми участниками программы стали девятиклассники третьего лицея. Ребята с интересом слушали теоретическую часть, отвечали на вопросы, а затем смогли применить полученные знания на практике. На самом деле, меня всегда интересовало, как именно нужно делать первую помощь, потому что это, мне кажется, очень важный навык. И вот сегодня мы узнали одну из видов первой помощи, поэтому меня это очень заинтересовало, и я возьму эти знания надолго. Также проект носит профориентационный характер. Возможно, кого-то из детей, участвующих в этих своеобразных мастер-классах, затронет удивительный мир медицины и поможет выбрать жизненный путь. Участие в проекте бесплатное. Записаться можно по телефону 54650. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. 3 марта в городской художественной галерее пройдет премьерный показ фильма «Датский коллекционер» от Делакруа Дагагена из цикла «Арт-лекторий в кино». Эта история страстного собирателя и его коллекции перенесет зрителя на нашумевшую выставку в Королевскую академию художеств в Лондоне и познакомит с полотнами французских мастеров XIX века. Долгие годы на таких художников, как Мане, Дега и Ренуар нападали пресса и публика. Их искусство не воспринимали. Но затем появилось новое поколение коллекционеров. И вскоре они уже сражались между собой за возможность приобрести произведения мастеров, совершивших революцию в живописи. Среди этих визионеров был датский бизнесмен Вильгельм Хансен. Историю собирателей его коллекции рассказывает фильм «Датский коллекционер» от Делакруа Дагагена. Он открывает цикл «Арт-лекторий» в кино в художественной галерее в этом году. Мы обязательно прогуляемся по французским улочкам, по Парижу, потому что импрессионисты – это те художники, которые писали, которые вообще внесли в искусство будний день. Радость буднего дня, радость выходного дня, радость прогулки, радость свежего воздуха, впечатление от моря. Фильм рассчитан на лица старше 12 лет. «Арт-лекторий» в кино – это уникальная возможность прикоснуться к истории искусства в кинозале художественной галереи. В рамках проекта саровчане могут познакомиться с лучшими документальными фильмами о художниках и направлениях в искусстве, посмотреть крупнейшие выставки последнего десятилетия, получившие новую жизнь на большом экране. Помимо «Арт-лектория», художественной галереи предлагают зрителям и другие направления. «Год мы начали циклом по урбанизму и архитектуре. Два фильма мы уже показали. И последний фильм из «Урбандок», из вот этого фестивального показа мы покажем 31 марта. Мы уже успели посмотреть балет, мы посмотрели балет драгоценностей. И впереди у нас в мартовской программе 17 марта будет «Лебединое озеро». Билеты можно приобрести в кассе художественной галереи. Посетителям обязательно быть в масках. Екатерина Опёнова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». До 15 марта там работает ярмарка «Медовая феерия». Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дуниковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльца – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соту она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пиргой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пиргой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек, натуральные конфитюры и северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» до 15 марта с 10 до 17 часов. Нет возможности прийти, доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь, ноль шестьдесят четыре, тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова